Здравствуйте, дорогие телезрители! Социальное служение Церкви. Что это такое? Многие задаются вопросом о том, какую работу ведет Церковь на благо общества. И в связи с этим рождается много недоумений и спорных вопросов. Куда идут средства Церкви, на что они тратятся. И многие люди, к сожалению, обвиняют Русскую Православную Церковь в обогащении, в каком-то накоплении благ. Поэтому сегодняшней программой мы открываем ряд передач о том, как Церковь заботится о обществе. Социальное служение Церкви. На что обращают внимание особо. Притча о добром саморенении. Христос заповедует нам в ней о любви к ближнему. Говорит о том, что тот человек, который оказался в непосредственной близости к тебе, является объектом твоей любви и заботы. Многие глобальные проблемы современного общества пытаются разрешить Церковь. И в сегодняшней программе мы поговорим о дошкольном и школьном дополнительном образовании нашей студии с Викторией Юрьевной Швецковой, заместителем директора крупнейшей школы искусств номер 3 города Самары «Младость». Здравствуйте. Здравствуйте, отец Николай. Очень радостно видеть. Редко в нашей студии появляются гости без сана. Поэтому радостно видеть вас сегодня как представительницу прекрасного пола. Вот. И серьезная нагрузка, конечно, ведется в вашей школе и много обучающих. Расскажите вкратце историю школы. Какие направления изначально она вела? Угу. Ну, школа номер 3 «Младость» действительно одна из крупнейших школ города, области. Школе 35 лет. В школе обучаются 2500 воспитанников. Вот. Школа достаточно эффективная. Вот. Мы считаем, что одна из самых лучших школ города и области. И последние 5 лет на базе нашей школы, как структурные подразделения, были открыты детские пархиальные центры. Вот. Это детский пархиальный центр «Кириллица», который находится при Кирилло-Мефодиевском храме на поляне Фрунзе. Вот. Является своего рода визитной карточкой города. Вот. Поскольку является уникальным центром в плане, прежде всего, даже помещений. И проводимых услуг дополнительного и общего образования. И детский пархиальный центр «София», который находится на улице Чапаевская, при храме «Вер, Любовь, Надежда» и «Материк Софии». Вот такая вот география пархиальных центров только нашей школы. Ну, это уже непосредственно взаимодействие, как бы, с пархиальным, да, нашим управлением. Да, да. То есть руководит нами департамент образования. Вот. И мы, эти пархиальные центры, они являются в ведомстве двух, получается, структур таких, прежде всего, конечно, это департамент образования. Вот. Ну и, в общем-то, тоже, также прежде всего, это Самарская епархия. Ну, то есть, можно сказать, что вот в течение пяти лет уже, да, ведется работа, совместная работа Министерства образования и Самарской епархии на Ниве воспитания молодежи. Да, да. На одной территории работают, в общем, светское и духовное. Я так понимаю, что храмы в настоящее время являются такими центрами, да, которые предоставляют помещение, предоставляют возможности. Да. Мы очень в тесном контакте работаем, но не просто в тесном контакте. Мы, собственно, являемся там единым целым с настоятелями. Вот. Это настоятель, прежде всего, Кирилла Мефодиевского собора, отец Сергий Гусельников. Это отец Максим Соколов, который является руководителем по епархии кит-центра Кириллица. Вот. И наш директор Наталья Юрьевна Александрова, она постоянный участник всех абсолютных мероприятий, семинаров, конференций, всех встреч, которые проводятся в наших епархиальных центрах по линии епархии. Вот. Мы постоянно принимаем почетных гостей, которые приезжают в губернию, в город. Вот. Это очень интересные встречи, которым ребята запоминаются. И обязательно хотелось бы упомянуть настоятеля храма «Вера, любовь, надежда, матери Софии» отца Алексея Агеева. Это тоже наш первый друг, первый помощник и наставник. Вот. В общем, с таким вот духовным окормлением работа у нас идет, ну, в общем, очень положительно. То есть нам есть чем гордиться. Вот. И департамент образования постоянно опекает эти епархиальные центры. Вот. В ближайшее время у нас готовится важное мероприятие такое, международный форум. К нам приедут люди, ну, со стран СНГ, и из Москвы, и, в общем, с разных городов. Вот. И они будут смотреть работы уникальных учреждений, то есть общеобразовательных школ, а из учреждений дополнительного образования была выбрана кирильца. Вот. Ну, потому что качество представленных услуг там действительно уникальна. Угу. Вот такая симфония, да, соработничества, о котором мечтали некоторые святые отцы, когда говорили о том, что церковь это неотделимая часть общества, и нельзя говорить, что церковь как-то существует отдельно, общество существует как-то отдельно, да, вот. Это взаимодействие, даже пусть вот на государственном таком уровне, да, через муниципальные учреждения образования, она способствует, конечно, ну, я считаю, как-то одухотворяет, да, общество. И мы здесь действуем на небе подрастающего поколения, те люди, которые станут совсем скоро уже взрослыми и населять территорию нашей страны. От этого будет зависеть и качество их жизни, да, ну и слава нашей Родине. Я совершенно согласна, поскольку, когда только открывались апархиальные центры, не очень было понятно, и, в общем, много было вопросов, что есть же вот школы искусства, есть там спортивные клубы, технические учреждения, вот зачем мне апархиальные центры? Вот, ну, сейчас вот лично для меня и для нас, то есть для нашего руководства, для Натальи Юрьевны, прежде всего, стало очевидным и понятным, что, конечно, это учреждение, которое духовно, прежде всего, облагораживает детей. И дальше под вот этим вот духовным наставничеством дети, конечно, наиболее эффективно уже начинают и учиться, и стараться. Вот, например, в Кирильцу нас приводят детей, от которых зачастую отказываются школы. И даже говорят наши наставники, которые занимаются кадетским корпусом, что отказываются детские комнаты милиции. Вот, а у нас они, в общем, слава Богу, управляются и такими становятся гражданами своей Родины, то есть патриотами России. Ну, то есть в этом плане можно провести и как-то сравнить, потому что в вашей школе искусственно наверняка есть и просто обычные муниципальные какие-то, да, образовательные учреждения, а есть вот и апархиальные центры, которые окормляются церковью, которые как-то вот спонсируются, да, там предоставляются помещения. Вот, как бы вы, вы же общаетесь и с родителями, с учениками, есть ли отличия? Вот можно ли сказать, что как-то вот духовне как-то люди к этому относят как-то или как-то просвещаются немножко? Ну, вот что можно сказать очевидно, это то, что в основном родители детей, которые приводят их в апархиальные центры, они либо уже люди выцеркленные, вот, либо они в процессе обучения своих детей начинают вместе с ними выцеркляться. Вот, и это, конечно, очень приятно наблюдать, когда они сначала приходят просто на концерты, потом у нас есть такая традиция, то есть вот в Кириллице, прежде всего, и в Софии дети, конечно же, посещают, то есть, исповедь причастия. Вот, и родители невольно начинают приобщаться, и когда вся семья становится вот такой, вот в едином порыве, то есть она такая и духовная, и эстетическая, и православная. Ну, это как-то отражается, да? Ну, конечно, жизнь детей в таких семьях прекрасна и спокойна, да, когда есть совместная деятельность, когда совместное устремление, и не надо думать, чем заниматься в выходной день, вот, а все, в общем-то, единой целью объяты, это, конечно, очень здорово. Вот, и, да, и огромное количество мероприятий, то есть, опять же, не надо ничего придумывать, да, там, куда там поехать или что сделать, огромное количество мероприятий, где именно совместная деятельность, вот, даже на занятиях у нас, вот, в центре Софии у нас уже родители сидят на занятиях, то есть, если занятия каротиноприкладного творчества, то есть, войлок, валяние, лозоплетение, там сидят родители. Ну, и самим, наверное, интересно. Да, да, это очень здорово, очень уникально, я знаю, что и в Кириллице на многих занятиях, то есть, пожалуйста, посещение родителей открыто. А вот расскажите поподробнее, какие предметы, какие направления, вот, дополнительного образования в сфере искусства? Вот, ну, прежде всего, хочется сказать, что в Кириллице, он тем уникален, это апархиальный центр, что там непрерывное образование, то есть, как сейчас принято говорить, компонент. То есть, дети начинают с детского сада, там группа детского сада, группа Божья коровка, вот, там дошкольная подготовка, затем там начинает работать детская православная гимназия, которая была открыта на базе 154-й школы, общеобразовательные, а затем кадетский корпус, и, то есть, у детей есть возможность обучаться, получать теперь и общее образование, и дополнительное образование. В одном месте. В одном месте, и готовится, и уже есть программы по эстетическому воспитанию, а есть по патриотическому, то есть, военно-патриотическое. Это кадетский корпус, казачий компонент, вот, и детей, детей, особенно мальчишки, естественно, готовят просто уже вот к армии. То есть, есть программа такая «Православный воин», куда входят вот такие вот предметы. Мы можем показать парашютный спорт, мы можем показать конный выезд. Вот сейчас вот гостям, которые приедут к нам на международный форум. Это казачий, да, компонент? И казачий, и кадетский. Или это даже просто? Да, и кадетский. То есть, это вот тот компонент, который военно-патриотическое воспитание. Вот. Мы планируем, что когда приедут к нам вот эти вот гости со страны СНГ, их будут встречать, казаки, которые будут заниматься, это, по-моему, называется фланкировкой, если я не ошибаюсь. То есть, они шашками-ногайками работают. Дальше конный выезд, город стоит на лошадях. Канаты лазни. То есть, с первой по третьей этажей в Кирильце, в этом уникальном помещении, там висят канаты, и они спускаются вниз головами в полном военном снаряжении вот по этим канатам, вниз, вверх головой, с ножами, с автоматами. Внизу у нас там располагается тир, то есть, они стреляют. То есть, это патриоты, это защитники Отечества. Это, на самом деле, уникальный комплекс. Это совершенно уникальный комплекс, да. При этом они поют в хоре, при этом они занимаются бальными танцами, при этом они рисуют. То есть, абсолютный вот такой вот, ну, можно сказать, доролюционный, в лучшем смысле, вот это вот воспитание. Гармоничное, я бы сказал. Гармоничное воспитание, да. Гармоничное мужское воспитание. Когда мы принимали таких вот почетных гостей, у нас приезжал архиепископ английский и германский, по-моему, если я не ошибаюсь, Марк, он был, конечно, потрясен. Он сказал, что он ничего такого не видел, вот, ничего такого в его вот ведении нет. Он сказал, что он будет принимать опыт, наш вот этот вот российский, самарский опыт, работая именно департамент образования и епархии, совместный опыт. Вот, и он был поражен количеством ребят, то есть, это 600, 600 человек, этих вот кадетов, которые там занимаются, которые живут этим, то есть, которые являются патриотами своей страны, вот. И когда у нас еще мы принимали, то есть, у нас очень много гостей, но вот одни из самых интересных визитов и для нас, и для детей, это был визит императрицы Марии Владимировны Романова, вот, она приезжала своим визитом в Самару, и она посетила кирильцу. Вот, мы делали концерт к ее приезду, и она награждала выдающихся педагогов, руководство, она награждала священнослужителей, она награждала директора нашей школы искусственной младости Натальи Юрьевны Александрову, вот, она награждала кадетов, самых таких вот заслуженных, и это было, конечно, очень трогательно, как, это надо было видеть, как они салютовали, вот, как они говорили, служу России, вот, я даже сейчас прям вспоминаю, слезы наворачиваются, потому что, вот, как Наталья Юрьевна у нас говорит, эти дети из России точно не побегут. Вот очень важный вы аспект затронули, как мне видится, что религиозное, православное воспитание, оно неотделимо от патриотизма, оно неотделимо от любви к родине, оно разностороннее абсолютно, вот вы рассказываете там, я знаю, даже автоматы разбирают, да, калашников на скорость, на время, да, 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 вот, и такая вот всесторонняя подготовка и развитие личности, оно, конечно же, бесценно, вот, какую-то информацию я впервые от вас слышу, что вот канаты там... А летом дети выезжают в лагеря, вот, это лагеря по военно-патриотическому направлению, который выезжает к Одесский казачий корпус, вот, это все проект департамента образования, опять же, епархии, это совместный проект, они живут все лето в палатках, то есть они тренируются, причем не только мальчики, но и девочки, вот, они там и физически становятся более крепкими, и морально, и духовно закаляются, с ними обязательно ездят батюшки, то есть отец Сергий, отец Максим с ними постоянно находятся, вот, их и наставляют, и с ними беседуют, это наши педагоги, а дети, которые обучаются по эстетическому направлению, вот, они выезжают в лагерь «Золотая рыбка», это, опять же, лагерь департамента образования, это его проект, его программа департамента образования «Самара», вот, и спасибо нашим руководителям, потому что там созданы прекрасные условия, спасибо Галузиной Лили Викторовне, Губарев Ларис Федоровне, это наши руководители непосредственно дополнительного образования, вот, они постоянно приезжают, они постоянно проверяют, они сотрудничают с нами, вот, то есть, то есть работа делается реальной, работа, конечно, очень важная, очень эффективная. А вот вы упомянули, да, что православные священники, они сопровождают, как бы находятся с детьми, да, это ведь тоже как-то, ну, одухотворяя, да, человека как-то вот подстегивает к тому, чтобы соответствовать, да, вот, сами, наверное, помещения вот эти новые, да, школы, вот, кириллицы, да. Да, помещения потрясающие, да, спасибо, да, спасибо вот храмам, которые предоставляют помещения, причем, как правило, помещения храмов, они очень красивые, они свежие, только что отремонтированные, вот, и там не жалеется средство, вот, потому что такая красота, которая в епархиальных центрах, в общем-то, ее мало где вообще можно встретить даже в наших сейчас театрах, даже в учреждениях культуры, вот, когда заходишь вот в кириллицу, ну, там невозможно не перестроиться, да, и как-то внутри вот так вот не затрепетать, потому что там росписи, фрески ручной работы, там мрамор, там хрустальные люстры, все это абсолютно для детей, трехэтажное, огромное, прекрасное помещение с великолепнейшим залом, с прекрасной акустикой, с бархатным занавесом, да, все это предоставлено только детям, там проводится бесконечное количество мероприятий, то есть отец Сергий нас благословляет вот на каждую репетицию, на каждое мероприятие, вот даже сейчас мы делали мероприятия, помогали детским садам Самары делать их мероприятия по их, так сказать, направлению, вот, и репетиции мы проводили в Кириллице, то есть отец Сергий, пожалуйста, он сам первый участник всех мероприятий, вот, он у нас даже сценарии наших мероприятий частенько, вот, мы ему даем, чтобы он почитал, посмотрел, выверал. Ну, это, конечно, вот, это, наверное, то, о чем я вас пытался спросить вначале, да, когда человек попадает в атмосферу красоты. Когда человек попадает в атмосферу молитвы, и эта атмосфера, исподволь даже, если не явно, но как-то на его душу воздействует, как-то его облагораживает. И вот вы упомянули, в том числе, что есть дети, которые обучаются в Кириллице, от которых отказались, там, комнаты милиции, от которых отказались учебные учреждения, а попадая вот в такую атмосферу, человек, ну, мне кажется, не только атмосфера, конечно, да, но вот набор этих интереснейших программ, потому что, и вы, наверное, меня поддержите в этой мысли, часто дети более неуправляемые, когда нету дела какого-то, да, человека, когда вот какой-то набор повседневных рутинах, обязанностей его утомляет, ему неинтересен, да, а если он выполняет, там, домашнее задание, в смысле о том, что на следующий день их повезут прыгать с парашюта, то как будто как награда, наверное, да, воспринимая это, человек пытается пусть, там, эту горькую пилюлю, да, домашнее задание проглотить, ну, получить вот этот бонус великолепный, да, там, я не знаю, как вот девушки, там, да, ну, вот я себя вспоминаю в молодости, да, я был, конечно, в восторге. Ну, расскажите, мы, конечно, много всего красивого так описали об этом центре, кириллице, да, в частности, есть еще и другие, вы назвали, София, это при храме веры на одежде любой материк Софии на улице Чапаевской, да, Чапаевская, 136, это еще, наверное, при Петра и Павла, да, школа. Да, еще у нас есть центр Воскресения, вот один из самых крупнейших центров, ну, и, в общем, я знаю, что по городу работает много епархиальных центров. То есть, практически, придя в храм, да, даже православный, человек может поинтересоваться, если не в самом храме, то где-то поблизости он найдет вот такое отделение. В основном, во всех крупных центрах существуют детские епархиальные центры, которые работают в теснейшей связке, естественно, с настоятелем храма и с руководителем учреждения дополнительного образования. Вот у нас проводятся интереснейшие мероприятия, то есть, вообще, в Самаре опыт вот этого взаимодействия, департамента образования и самарской епархии, он, конечно, такой, ну, прям очень интересный для такого обобщения, распространения. Вот у нас уже который год проводится городской рождественский фестиваль. Это когда дети о всех школ искусств, общеобразовательных школ, сепархиальных центров готовят номера, вот лучшие номера выбираются, делается гал-концерт, департамент образования, награждает этих детей грамотами и призами. Затем у нас проводятся в мае Кирилл-Мефодийские чтения. Вот, это тоже совместное мероприятие, департамент образования и самарские парки, которые сделаны для детей, в котором участвуют все детские коллективы города. Конференции, да, какие-то проводятся? Да, конференции, викторины, форумы, семинары, то есть деятельность, ну, буквально касается абсолютно всех сфер образовательного процесса. А вот конференция какая-то недавно прошла, да, готовят сейчас выпуск материалов. Да, да, у нас проводилось вот департамент образования самарской епархии, наша школа, мы провели совместную первую интернет-конференцию, открытую интернет-конференцию по вопросам православного обучения и воспитания. Нам было интересно, как коллеги других городов, других регионов и даже других странах осуществляют вот это вот образование, воспитание детей в лучших традициях православия. Вот, и нам прислали много работ, вот, к нам приезжали, то есть у нас был заочный тур, выступали коллеги, и сейчас готовится к изданию сборник под рецензией департамента образования самарской епархии, будет выпущен сборник материалов вот этой вот интернет-конференции, где будет обобщен и транслирован опыт учреждения дополнительного образования в работе в православном воспитании. Вот, действительно, даже вот не имеет язык, такой широкий круг предметов, да. Ну вот, приезжают люди на трамвае мимо Кирилла Мефодиевского собора, да, смотрят, думают, вот как там хорошо, там мрамор, там люстры хрустальные, там дети. Как ребенку вот мне, обычному гражданину, жителю Самары, как мне вот попасть в этот рай, да, как мне своего ребенка к этой красоте приобщить? Что, как можно это осуществить? Или это для избранных каких-то? Нет, абсолютно, абсолютно открыт набор. Вот, опять же, спасибо департаменту образования, потому что наше муниципальное задание, ну, то есть количество набора учащихся пока позволяет осуществлять набор, да, практически всех желающих. И про избранность у нас там речи нет, ну, то есть если только про какую-то вот избранность в плане желания жить вот этой вот жизнью, вот, и стать членом вот этого вот, ну, такого вот огромного, так скажем, в лучшем смысле прихода. Живого организма, да, церковного. Да, живого организма, церковного. Ну, это же не обязательно быть воцерковленным человеком, правильно? Нет, не обязательно, не обязательно. То есть достаточно просто прийти человеку с улицы и сказать, я там Иванов Иван Иванович, вот мой сын, хочу в детский сад ваш, да, вот эту непрерывную структуру посмотреть, ну, или хотя бы попробовать в детский сад. Группы, да, школьное воспитание или обучение эстетическому циклу, то есть, пожалуйста, рисовать, петь, танцевать, обучаться на инструментах. То есть не обязательно в какой-то непрерывный цикл включаться? Нет, абсолютно не обязательно. Можно выбрать какое-то направление, там, петь, танцевать, да, тот же парашют, вот, допустим, если я... Или это только в рамках кадетского? Вы знаете, у нас получается сочетание, то есть сочетание традиционного обучения в рамках вот традиционной классической школы искусств, где дети получают абсолютно идентичные музыкальным школам, художественным школам, образованием, и получают свидетельство образования, учатся под профильным программам у нас, очень сильное изобразительное искусство в Кирилле представлено, и декоративно-прикладное творчество, вот, и сочетание с таким вот, так скажем, уникальным, не совсем традиционным обучением, воспитанием детей, именно вот в православной парадигме, именно в рамках вот кадетского корпуса, казачьего корпуса. То есть это может быть, опять же, я повторюсь, детский сад, это может быть православная гимназия, это может быть школа искусств непосредственно при апархиальном центре, и это может быть казачье и кадетское воспитание, вот, поэтому выбор огромный. С любого курса может человек прийти и привезти ребенка. Да, весь кадетский корпус, вот, последнее, что хотелось бы сказать, он по приезду Марии Владимировны Романовой, она благословила наш, теперь он называется, Свято-Андрецкий кадетский корпус, вот, и разрешила им на погонах носить свои вот царские вензеля, то есть у них теперь знамя, кроме знамя у них российского и самарского, у них еще знамя дома Романовых. Спасибо большое, очень было интересно с вами пообщаться. Дорогие телезрители, приводите своих детей, подростков в наши апархиальные центры, и напоминаю, что вы можете оставить свои вопросы в группе ВКонтакте по адресу, который вы видите на своих экранах. Спасибо за внимание, храни вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова